Споры о том, что же лучше взять, игровой ноутбук или игровой ПК не утихают с самого момента появления пригодных для игр лэптопов. Мы же решили разобраться, что окажется дешевле. Пойти и купить готовый игровой ноутбук или полностью с нуля собрать игровой ПК, то есть с монитором и клавиатурой, но без мыши, ведь ее придется покупать даже к ноуту. Дабы сравнение было честным, возьмем ноутбук без предустановленной Windows, ведь ее стоимость для производителей ноутов всегда дешевле, нежели обычному юзеру ПК. Да и все мы отлично знаем, где можно бесплатно достать ключик для полноценной Windows 10. Нашим подопытным из стана ноутбуков будет HP OMEN 15C и 0.74UR. Разумеется, на нем все звезды не сходятся, например, если вы хотите использовать ноут еще и для стримов, то проц нужен мощнее. Как минимум Core i5-8300H, обладающий 8 потоками и более высокой тактовой частотой. В любом случае, оба решения можно смело отнести к классу предтоповых игровых ноутбуков, где мы получаем среднеуровневый i5 вместе с достаточно мощной GTX 1060, дополненные 8 гигами оперативки, что в итоге позволяет играть в любую современную игру на высоких или максимальных настройках графики в Full HD разрешении и как минимум с 40-50 кадрами. Как я уже говорил выше, операционки на ноутбуке нет. И помимо прочего, ради экономии установлен только жесткий диск на 1 ТБ. Почему так, вы можете узнать, посмотрев наши предыдущие ролики по теме ноутбуков. Например, прямо сейчас в правом верхнем углу экрана всплывет подсказка на видос про 8 главных ошибок при выборе игрового ноутбука. Так что, если вы из этого лагеря и вам интересна данная тема, то обязательно открывайте подсказку и смотрите видос. А что же касательно нашей сборки ПК, то еще одно важное уточнение. Мы не будем добавлять колонки по одной простой причине. Качество звука в динамиках ноутбуков редко бывает высоким, а для игр все равно все используют наушники, которые так или иначе нужно докупать. Но при желании можете самостоятельно добавить любые колонки за 500-700 рублей, которые по качеству скорее всего даже окажутся лучше, чем в ноуте. Что же, давайте посмотрим, сколько будут стоить схожие по производительности десктопные комплектующие, аналогичные по мощности первому ноутбуку HP OMEN 15. В его основе лежит четырехъядерный Core i5-7300HQ, способный работать на максимальной частоте в 3,5 ГГц. Среди десктопных аналогов ближе всего к нему Core i5-6400. Но найти его уже не так уж и просто, да и брать двухлетнее решение как-то не очень логично. Поэтому остановимся мы на современном Core i3-8100, который также является четырехъядерным и имеет частоту в 3,6 ГГц. Так как процессор не горячий, и чтобы не мучиться с выбором кулера, стоит взять изначально бокс-версию. Что касается материнской платы, то мы же понимаем, процессор не разгонный, так что Z-чипсет не нужен. Плюс в ноутбуке есть слот M.2 NVMe, которого лишены многие платы на H310 чипсете, так что придется брать более дорогой B360. Также не стоит забывать, что в ноутбуке есть Wi-Fi, поэтому желательно иметь встроенный в плату адаптер, или же потом докупить. Самое дешевое решение со всеми вышеперечисленными условиями оказалось от Gigabyte B360 N Wi-Fi. Версия, вполне симпатичная и достаточно неплохая материнка за свои деньги. Далее видеокарта и оперативная память. В ноутбуке стоит обычная GTX 1060 с 6 гигабайтами GDDR5 памяти. Ее единственное отличие это заниженная частота, которую при желании вы и сами можете исправить в MSI Afterburner. Только вот какой смысл? Брать какую-нибудь самую дешевую 1060 с одним кулером мы не будем, хотя при желании вы это можете сделать. А я предлагаю остановиться на варианте от Asus за 19,5 тысяч, где вполне оптимальное охлаждение и как минимум надежный производитель. И прежде чем перейти к следующим комплектующим, напомню, обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видеоролики. Касательно оперативки, в ноуте используется 8 гигов на частоте в 2400 МГц и возможности разгона не имеется. Так что не будем долго думать и возьмем две неплохие планки от Crucial по 4 гигабайта на той же частоте, у которых за совсем небольшую стоимость имеются даже радиаторы. Что же касательно накопителя, в ноутбуке используется максимально обычный жесткий диск на 1 ТБ, поэтому в ПК ставим точно такой же, можно даже самый дешевый. Разумеется, многие захотят поставить еще и SSD. Разумеется, такая возможность есть как и в нашей материнке, так и в ноутбуке. А вот касательно питания для нашей системы, под нагрузкой она едва ли будет потреблять более 300 Вт. Но дабы был запас, лучше остановиться на каком-нибудь 500 Вт блоке, например от фирмы Be Quiet. И сами понимаете, экономить на БПшке это самое последнее дело. И именно поэтому столько денег тратится на него. Далее корпус. И тут в принципе все на вкус и цвет. Но раз уж у нашего HP ноута используется красивый алюминиевый корпус, то и для нашего ПК мы явно не будем брать какую-то дешевку за 1000 рублей. Поэтому я решил остановиться на решении от Thermaltake с одним встроенным вентилятором. Но повторюсь, выбор корпуса дело индивидуальное. Просто лично мне конкретно этот Thermaltake Vue 22 кажется симпатичным за свою цену. При вашем выборе главное на что стоит обратить внимание, так это длина видеокарты и корпуса. Так как особенно в бюджетном сегменте часто встречаются те решения, где уже 1060 не влазит. Казалось бы на этом все. Вроде бы сборка закончилась и можно прощаться. Но нет, ведь ноутбук обладает экраном и еще и клавиатурой. Так что придется покупать и их для нашего ПК. Ноут оснащен 120 герцовой 1080p IPS матрицей с диагональю 15,6 дюйма. Найти монитор с такими же характеристиками дело практически невозможное. Так что придется смотреть решение как минимум с 20 дюймами. Самое дешевое из подходящего это монитор от Acer стоимостью около 15 тысяч рублей. На целых 24 дюйма и с MVA матрицей. У которой ниже яркость и чуть хуже цвета нежели у IPS. Зато лучшая цветовая устойчивость при разных углах наклона. Что для игр важнее. А если вы хотите сэкономить, то можно взять и более простой монитор с 60 герцовой матрицей за 7 тысяч рублей. У него и диагональ меньше и матрица IPS. Но повторюсь, мы пытаемся собрать полный аналог ноутбука. Так что в сборку попадает все же решение от Acer. Клавиатура в ноутбуке HP также достаточно качественная. С красной подсветкой и в целом надежной конструкцией. Разумеется, точно такую же мы не найдем. Так что придется искать аналог. Как например Афутэч Блади Без 188. Которое достаточно хорошее геймерское решение за свои деньги. Она имеет двойную защиту от воды. Настраиваемую подсветку. И основные клавиши для игр используются механические. А уже запасные идут как мембранные. Да, сочетание странное. И я понимаю, многим не нравится Афутэч. Поэтому если хотите, то можете взять сугубо механику тысяч за 5 рублей. А вот в рамках конкретно нашей сборки бюджет ограничен. Поэтому даже данное Блади немного избыточно. Ну что ж, теперь давайте почитаем. Сколько в сумме будет стоить весь ПК. Наверное для кого-то это кажется сюрпризом. Но полная сборка вместе с монитором и клавиатурой. Вышла чуть дороже, чем стоит готовый ноут. Конечно многие скажут, что сборку можно удешевить. И будут правы. Но ведь мы пытаемся собрать максимально близкий аналог ноутбука. И экономия тут не к месту. Тем более, что есть и более дешевые ноуты. И так можно сравнивать бесконечно. Так что если вдруг вам нужно готовое игровое решение здесь и сейчас. Получается, что ноут будет и удобнее и дешевле. Но если же вы собираете сборку с прицелом на будущее. И хотите в случае чего с ней заморачиваться. То естественно лучше взять настольный ПК. Да и в целом тут скорее вопрос подхода. А по сути оказалось действительно так, что ноут купить проще. Особенно в пред топовом игровом сегменте или даже топовом. А вот например в среднем вполне возможно, что ПК окажется интересней. В любом случае пишите в комментариях понравилась ли вам данная тема и хотите ли вы ее развития. А также если вы собираетесь покупать себе готовый ПК. В нашем паблике мой компьютер всегда имеются различные варианты конфигураций. Где и наценка минимальная и гарантия дается на каждую из комплектующих. Спасибо всем за просмотр, удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok